Всем привет, это Атом Дуба. Сегодня мы поговорим про календари, какой должен быть идеальный календарь, что такое юлианский, григорианский календарь, чем они друг от друга отличаются, что за календарь знаков Зодиака, работает ли он до сих пор или сбился за тысячи лет. Поехали! Друзья, поздравьте меня, у меня недавно родилась дочь, и именно поэтому я решил выпустить видео именно на эту тему. Дело в том, что когда у меня жена готовилась к родам, все постоянно спрашивали, а когда она родится, когда она родится. Ой, а может быть она чуть пораньше родится, а то козерогом будет, лучше пусть стрельцом. Ну и я вступал в дискуссии на эту тему и выяснилось, что большинство людей довольно плохо представляют, что такое календарь. Особенно Зодиакально. Будем обсуждать как очень простые вещи, так и чуть посложнее. Затронем немного историю. Каким должен быть идеальный календарь? Что от него нужно? Нужно, чтобы каждый год определенные месяцы было, а было одно и то же время года. Чтобы в июле всегда лето, в январе всегда зима, и чтобы это на протяжении длительного периода времени не сбивалось. И казалось бы, задача составить календарь несложная. Вам нужно просто посчитать, сколько дней в году. И затем просто отсчитывать эти дни и все. Но представьте себе, что вы тот самый первый человек, который должен посчитать количество дней в году. Как это сделать? Не так-то просто. По температуре ориентироваться? Перепады температур помешают вам. Дед Мороз к вам не приходит каждый год. Вы уже не ребенок, у вас проблемы. Что же делать? Самый разумный способ это использовать астрономию. Так делали древние люди. Например, древние египтяне смотрели на звезды. В частности, на звезду Сириус. Она была для них очень важна, потому что перед сельскохозяйственным сезоном у них наступал период видимости этой звезды. И они могли довольно точно замерить длительность года. Но на самом деле, по звездам отсчитывать длительность года, это не самый точный способ. И мы это поймем к концу видео. А как сделать это точно? Давайте внимательно посмотрим, что делает Земля в космосе. Земля вращается вокруг Солнца. Многие люди думают, что времена года, соответственные месяцы, соответствующие, меняются из-за того, что Земля то ближе к Солнцу, то дальше от Солнца. И действительно, расстояние меняется. Но времена года меняются не из-за этого. Потому что если бы это было так, то у нас лето наступало бы в январе. Потому что именно в этом месяце Земля ближе всего к Солнцу. Подсказкой послужит то, что пока у нас в северном полушарии лето, в южном полушарии зима. Времена года меняются на самом деле из-за того, что земная ось наклонена по направлению к полярной звезде на 23,5 градуса относительно оси вращения вокруг Солнца. И получается, что вращаясь вокруг Солнца, Земля то один бок подставляет Солнцу, то другой. И поэтому то в северном полушарии тепло, то в южном полушарии тепло. И вращаясь вокруг Солнца, Земля при этом проходит через 4 особых точки. Те точки, которые мы можем измерить. Дважды в году Земля поворачивается одним из концов своих плюсов максимально в сторону Солнца. А дважды оказывается ровно боком своей оси к Солнцу. Это дни солнцестояния и дни равноденствий. В дни равноденствий день равен ночи. Это происходит в марте и в сентябре. А в дни солнцестояния у нас самый длинный день в году и самый короткий день в году. Это июнь и декабрь. И вот это уже можно точно измерить. И каждый год точно измерят день, когда у нас дни равноденствия и солнцестояния. Неужели древние могли понять, что сейчас самый длинный день в году, не имея часов? Да. Вот, например, Стоунхендж. У него есть пяточный камень немного в стороне от основной его части. Над этим камнем солнце восходит лишь один раз в году, в день летнего солнцестояния. Как такое возможно? Разве Солнце не восходит все время ровно на востоке? Не совсем. Это верно лишь дважды в году, в дни равноденствий. В другие же дни точка восхода может смещаться севернее или южнее. В дни солнцестояний это смещение максимально. Будем вращаться вместе с землей, чтобы посмотреть, как ведет себя Солнце. Главное не заходить за полярный круг, а то восходов и закатов может и не быть. Знаете, там полярный день, полярная ночь. В нашем полушарии в день летнего солнцестояния Солнце восходит на северо-востоке, а закатывается на северо-западе, делая длинную дугу по небу. Поэтому и день длинный. В дни равноденствий Солнце восходит ровно на востоке, а закатывается ровно на западе. День равен ночи. А в день зимнего солнцестояния Солнце восходит на юго-востоке, а закатывается на юго-западе, проводя основную часть времени под горизонтом. Вот и получается длинная ночь. Ну и вот если вы замерите, сколько времени проходит от одного равноденствия до другого, то вы выясните, что средняя продолжительность года – это не целое число. Среднее количество дней. В году вот такое вот. 365,242189. Как мы выходим из этой ситуации? Все люди знают, что мы каждый четвертый год обычно объявляем высокостным. Это называется Юлианский календарь. У Юлианского календаря среднее число дней в году дробное 365,25. Это примерно соответствует тому, как движется Земля вокруг Солнца. Мы, кстати, живем не по Юлианскому календарю. У нас календарь идет немного по-другому. Юлианский календарь был введен тем самым Гаем Юлиан Цезарем, римским полководцем, консулом, диктатором, кем он там еще был. Звучит немного странно. Какое дело Юлию Цезарю до какого-то календаря? Но кому, как не Гаю Юлию Цезарю, на самом деле, знать о том, что время с календарем было не очень? Один лишь факт вам. Однажды Гай Юлий Цезарь, когда он был консулом, прожил год, в котором было более 400 дней. 440, если я не ошибаюсь. Как такое может быть? У древних римлян просто с календарем был полный швах. Изначально у них там было 10 месяцев в году. Начинался год у них в марте, время, когда сажаешь растения, чтобы они выросли. Отсчет заканчивался в декабре. А затем было какое-то количество дней, которые просто шли, без месяцев. Ну, просто. Пока не наступит март. А когда наступит март? А это решал понтифик, верховный жрец. И он просто в какой-то день выходил и говорил, ну вот, Новый год. А так как понтифик иногда был связан с политиками, а иногда и сам был политиком, то иногда ему было выгодно протянуть этот год подольше. Ну, вы знаете, там, ну, выборы на носу, это ж надо переизбираться. Давайте вот еще, дескать, дескать, у нас проект протянется этот год. Так же сделал Гай Юлий Цезарь. Дело в том, что он сам получил должность понтифика и продлил себе полномочия. Ну, там, дней на 80, ну, чё, а чё. Ну, и вот, когда Гай Юлий Цезарь стал полновластным диктатором, и вся эта ерунда с выборами ему уже стала не нужна, он, видимо, решил привести календарь в порядок. Тем более, что перед глазами у него был живой пример. Он был в Египте, а в Египте с календарем было намного лучше, чем в древнем Риме. В Египте тогда жили по календарю, в котором было 365 дней в году. Ровно 365. Причем египтяне, скорее всего, уже вели свой календарь несколько тысяч лет к моменту приезда к ним Юлия Цезаря. Скорее всего, для Цезаря египетский календарь был более старым, чем для нас, Колизей. А примерно за 200 лет до приезда Цезаря в Египте уже пробовали ввести календарь с високосными годами. Потому что из-за неточности их календаря за тысячи лет времена года у египтян успели несколько раз поменяться местами. Но, правда, тогда реформа не прижилась. В общем, на месте Цезаря я бы чувствовал себя дремучим бабуином среди высокоразвитых египтян. Ну и вот как раз тогда Гай Юлий Цезарь ввел на территории Римской империи новый календарь, по которому, например, до сих пор живет Русская Православная Церковь. Юлианский календарь оказался очень точным. Он прослужил более полутора тысяч лет до того момента, как появилась необходимость в новом календаре. За это время до неравноденствия и солнцестояний сместились в календаре всего на 10 дней. Можно было бы и не заметить, но для некоторых людей это оказалось важно. 16 век, время религиозных людей, христианская церковь, главный праздник христианской церкви – это Пасха. Пасха наступает, сейчас я вам скажу, в первое воскресенье, после первого полнолуния, после Дня Равноденствия, весеннего. Перед людьми религиозными встал вопрос, что-то у нас календарь сбился относительно настоящего Дня Равноденствия, когда день равен ночи. Это вообще правильно? Может, мы поправим календарь? И в 16 веке, в 1582 году, Папа Римский, Григорий XIII, провел реформу календаря и ввел новый календарь. Григорианский календарь. Ввел он его не везде, конечно, изначально его ввели на территории стран, на которые Папа Римский имел непосредственное влияние. Испания, Португалия, Польша, Италия, наверное. Ну, не Италия, а какие-то там тогда были страны внутри Италии. Но затем этот календарь стали перенимать и другие страны. Как устроен Григорианский календарь? В чем его отличие от Юлианского? Ну, точно так же, как в Юлианском, каждый четвертый год в нем объявляется високосным. Однако, каждый сотый год не високосный. Хотя он делится на четыре. Однако, каждый четырехсотый год все-таки високосный. Хотя, казалось бы, он делится на сто. Ну, например, вот после этой реформы. 1600 год был високосным годом. 1700 год не был високосным. 1800 не был. 1900 не был. А 2000 был високосным годом. Забавно, как именно произошел переход от одного календаря к другому. Было решено вернуть день равноденствия и солнцестояния на свои места законные. В двадцатые числа своих месяцев. И поэтому нужно было какое-то количество дней пропустить. Ну, и вот по указу Григория 13-го после 4-го октября должно было сразу начаться 15-е октября. Мне интересно, как они людям это объяснили. Вы знаете, простым людям иногда бывает сложно такие вещи объяснять. Ну, например, там чуть позже, в 18-м веке, когда Григорианский календарь вводился на территории Англии. Это спровоцировало даже бунты по поводу того, что у людей отобрали 10 дней их жизни. Да как же вы так можете ухорачивать жизнь людям? Главный выигрыш Григорианского календаря заключается в том, что он намного точнее. Чтобы он сбился относительно дней равноденствия хотя бы на одни сутки, нужно примерно 3000 лет. На территории России, кстати, Григорианский календарь долго не принимали. Ну, понятно, у нас тут православная церковь, что мы тут будем, как католики какие-то, слушаться календаря Папы Римского. Переход на Григорианский календарь произошел лишь в 20-м веке с приходом к власти большевиков. До этого при переезде из Европы в Россию нужно было переводить не только стрелки часов, но и дни календаря. Ну, Ленин, понятно, почему ввел Григорианский календарь. Он сделал это в феврале, к нему пришла просто Надежда Константиновна Крупская и говорит, Володенька, скоро 14 февраля, ты не забыл? И Ленин такой, Да ёбаса ты, сейчас же война, революция, террор, гражданская война. А мне в очереди за цветами стоять, да ёлы-палы. Так, что я могу сейчас? Сейчас, сейчас, сейчас. Так, значит, указы календарь. Так, 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 так. Есть идея. Ну, там забавно, причем было в указе. Указ был 6 февраля, и в нем было написано, что дни после 31 января, отсчитывать как плюс 13. То есть были изменены еще и даты 6 предыдущих дней. Намного лучше из этой ситуации, кстати, на мой вкус, вышли некоторые другие православные страны. Это показывает, что вот, смотрите, более точный современный григорианский календарь примитивный. Григорий, Папа Римский. Не-не-не-не-не. У нас был нормальный юлианский календарь. Его просто надо подправить. Давайте сделаем новый юлианский календарь. Ну и чтобы утереть нос этому Папе Римскому они сделали календарь еще точнее, чем григорианский. У них там периоды не по 400 лет, а по 900. За 900 лет у них трижды наступает столетие високосное, все остальные сотни лет они не високосные. Это там, по-моему, в Болгарии, в Румынии такой календарь приняли. Ну, правда, разница между новоюлианским и григорианским календарем уже такая, ну, совсем маленькая. Нескоро мы разницу увидим. До свидания. Давайте теперь поговорим о зодиакальном календаре. Сперва может показаться, что зодиакальный календарь это примерно то же самое, что я рассказывал, только месяцы по-другому называются в честь созвездий. Что это за зодиакальные созвездия? На небе очень много созвездий, их там 88 штук, однако только 12 из них являются зодиакальными. Зодиакальные созвездия это те созвездия, по которым перемещаются планеты и Солнце. То есть это те созвездия, которые пересекаются плоскостью Солнечной системы. Если вы стоите на Земле и смотрите на небо, то вы можете увидеть Солнце и планеты только на фоне этих созвездий. Пересечение воображаемой плоскости Солнечной системы с воображаемой небесной сферой даже имеет научное название Эклиптика. А есть и ненаучное название Зодиакальный круг. Я его обозначил с помощью огня, чтобы вам было легче представить. Ну и раз мы строим календарь, то мы смотрим на Солнце. Единственное, для простоты представьте, что Солнце на секундочку стало гораздо менее ярким. Так что одновременно с Солнцем вы можете увидеть и созвездия. И тогда знаки Зодиака принимают для вас уже совершенно другой смысл. В течение года Солнце делает один полный оборот по Зодиакальному кругу. Ну, мы сейчас знаем, что это на самом деле Земля крутится вокруг Солнца и нам кажется, что Солнце делает оборот. Но это не суть. Вы просто называете месяцы в честь тех созвездий, мимо которых сейчас проносится Солнце. И это очень красиво. Если Солнце сейчас находится на фоне созвездия, например, Скорпиона, вы называете этот месяц Скорпионом. Если же сейчас он находится на фоне созвездия, например, Рыб, то вы называете этот месяц Рыбы. Однако, если опять же начинать буквоедничать, то с таким календарем есть несколько проблем. Во-первых, созвездия разного размера. И поэтому, по идее, месяцы надо делать заметно разные величины. В древности так не сделали. Сделали для удобства месяца одинаковым. Поэтому не совсем точно календарь зодиакальный соответствует положениям Солнца. Однако, это ерунда. Есть гораздо, гораздо более серьезная проблема. Помните начало моего рассказа? Мы там разобрались, что времена года связаны с тем, в какую сторону смотрит земная ось. И времена года должны в точности повторяться, как только Земля сделает полный оборот вокруг Солнца. В точности, да не совсем. Дело в том, что земная ось очень медленно поворачивается, сохраняя свой наклон. Земная ось делает примерно то же самое, что и волчок, если его запустить не вертикально. Такое движение называется прецессия. Один полный поворот земной оси занимает примерно 25 765 лет. Сейчас земная ось указывает на небе на полярную звезду из созвездия Малой Медведицы, делая ее прекрасным ориентиром на север. Но за тысячи лет этот ориентир вообще-то будет меняться. И вот из-за этой прецессии времена года меняются не совсем с той же скоростью, что и зодиакальный календарь. Разница небольшая, сразу не заметить, но пройдет несколько тысяч лет, и эти календари относительно друг друга собьются. Например, сейчас Солнце находится в созвездии Близнецов летом, а через 12 тысяч лет оно будет находиться в этом созвездии зимой, а через 25 тысяч лет снова летом. Поэтому строить календарь по звездам можно, но этот календарь не сохранит времена года на нужных местах. Помните, мы говорили о древнем Египте, где ориентировались на появление звезды Сириус? Вот так вот для современных египтян этот ориентир указывает уже на другое время года. Время, за которое Земля проходит один полный цикл времен года, называется Тропический год, а время, за которое Земля делает один оборот вокруг Солнца относительно всех звезд, называется Сидерический год. И эти числа чуть-чуть не совпадают. Традиция связывать судьбу человека со знаком Зодиака, под которым он родился, оформилась во время расцвета эллинистического мира более двух тысяч лет назад на территориях, входивших в свое время в империю Александра Македонского. По-видимому, это произошло благодаря смешению Вавилонской и Египетской традиции. Тогда и до сих пор знаки Зодиака принято отчитывать с опорой на День Весеннего Равноденствия. В День Весеннего Равноденствия наступает Месяц Овна и далее по порядку. Может быть, вы уже догадались, что такая схема на масштабе тысяч лет работать будет не очень хорошо, как раз из-за прецессии земной оси. И по идее, если быть точным, у астрологов должен быть свой собственный календарь, не привязанный к временам года, а привязанный именно к положениям Солнца относительно звезд. Однако, мы видим, что астрологи просто берут и накладывают даты, которые были когда-то выведены, на наш григорианский календарь. И это приводит к тому, что изначальная идея на сегодняшний день не работает. Ну, например, если посмотреть на календарь астрологов, я по знаку Зодиака Овен. Однако, если посмотреть, где было Солнце, то оно было уверенно в рыбах, когда я родился, даже без намека на то, что оно переходит в созвездие Овна, а вот прям уверенно в созвездии рыб. Кстати говоря, не у всех астрологов это так. Вот эта традиция вести знаки Зодиака, она была распространена не только в эллинистическом мире, но и перекинулась чуть попозже на территорию Индии, и там есть свои какие-то там ведические астрологи. Насколько я понимаю, с точки зрения положения Солнца у них более правильный календарь, чем тот, который принят в западной традиции. Однако, и он не совсем соответствует положениям Солнца относительно звезд. Дело в том, что границы созвездий, они в древности были примерными, и лишь в 20 веке собрались астрономы и сказали, давайте мы уже проведем точную границу между созвездиями, и только тогда можно сказать, в каком созвездии Солнце точно находится. До этого созвездия это были просто очертания, примерные. Не было границы, вот здесь Солнце еще в этом созвездии, здесь уже в этом. А еще в интернетах постоянно всплывают обсуждения того, сколько там этих зодиакальных созвездий. Астрономы в 20 веке провели границы созвездий так, что Солнце проходит еще и через созвездия Змееносца, которые иногда называют 13-ым зодиакальным созвездием. Ну, вы считайте, как хотите. Как хотите. Я вам лишь приведу табличку, можете ее сами посмотреть и в Википедии, вот она у меня на экране, где показано, в какие дни на фоне какого созвездия проходит Солнце. Да, ну и когда ты все это знаешь и тебе приходит человек и говорит, что ой, давайте она на день позже родится и это кардинальным образом изменит судьбу человека, характер человека, то я к этому могу относиться лишь с улыбкой. Вообще непонятно, как положение планеты Солнца могут в принципе влиять на такие параметры, как характер. Особенно такие маленькие изменения в положениях планеты Солнца. Особенно непонятно, как на это влияют несуществующие положения Солнца, устаревшие уже несколько тысяч лет назад. А когда меня спрашивают, кто я по знаку зодиака, я по совету моего друга Димы говорю, что я большая медведица. Ой, типичный овен. Я знаю, что многие верят в всякие такие вещи по типу гороскопов, астрологов, потому что просто не на что опереться, потому что вот сейчас нужно найти что-то, что придаст сил. Но мой вам совет, в современном мире вы можете найти множество других способов двигаться дальше. Можно поговорить с друзьями, близкими, или обратиться к психологу. Да, я, например, к психологам тоже иногда скептически отношусь, но психологи хотя бы не несут ерунды про вот эти вот даты. ну и в конце концов всегда есть ваш внутренний стержень. Я верю, что внутри каждого человека есть всегда внутренние резервы. Всегда можно стиснуть зубы и двигаться дальше, найти себе цель. А если нету цели, то придумать себе благородную цель. Лично я вот, например, делаю это видео во многом потому, что сейчас наступила такая эпоха, когда человечество начинает нести ответственность за всю планету. Эпоха, когда цена наших ошибок возросла многократно. Кроме больших достижений науки и культуры, у нас появилось множество возможностей испортить для себя планету. От ядерной бомбы до тотальной вырубки лесов. Мне кажется, человечеству надо повзрослеть. Нам надо стать более осознанными и рациональными. Чудес не будет. Ответственность за этот мир теперь лежит на нас. Наверняка кто-то из зрителей сейчас скажет, да я улыбал, что за возня. Современные ученые уже измерили точное время вращения земли вокруг солнца с учетом прецессии и так далее и того подобное. Почему нельзя наконец уже ввести просто один точный современный календарь, который навсегда навсегда закрепит положение равноденства и солнцестояния. А вот нельзя. Дело в том, что прецессия это далеко не все, что делает земля, вращаясь вокруг солнца. Прецессию, кстати, совершает и сама плоскость вращения земли вокруг солнца. к тому же вращение земли со временем замедляется и поэтому количество суток в году тоже будет изменяться. Во время прецессии еще есть нутация, такие небольшие колебания оси земли. Положение пролетающие мимо планеты замедляют и ускоряют землю. Они это делают периодически, поэтому это можно учесть. Но вообще говоря, мимо Земли пролетают не только планеты, может пролететь какой-нибудь астероид, тоже внести свою небольшую добавку, и мы никогда не знаем по какой именно траектории он пролетит, или комета. С Земли мы постоянно запускаем космические аппараты, которые разлетаются в разные стороны, и тоже чуть-чуть на мели пусечку влияют, особенно если их запускать все в одном и том же направлении. Может быть, когда-нибудь мы начнем отправлять в космос настолько много и настолько тяжелые космические аппараты, что это существенно повлияет на скорость движения Земли. Ну вот так вот, друзья, живем на шарике, болтающемся в космосе. Никакое небо нам не поможет. Движущая сила жизни, она внутри вас. Помните об этом. И до новых в космос